Артур Эрлангер Ну, Артур, конечно, информацию можно получать из самых разных источников. Там же проблема с Навальным в чём? Цель деятельности. И Михаил Борисович, в общем, борется с режимом Путина, борется за его смещением, за восстановление демократических институтов, за парламентаризм. Видите, иногда поддерживает даже коммунистов, ЛДПР и Единую Россию. Вот. Я вам честно скажу, я пользуюсь этим источником. Цель деятельности разная. И доверие к этим источникам, они же ведь, знаете, это ещё в начале 90-х годов, когда не было интернета. Они свою информацию продвигали, ну, самыми разными способами. Такие были аналитические доклады, распечатанные. Мне довольно часто приносили, вот, достали доклад, или там, службу безопасности моста, или Минотепа. Это до ЮКСУ Ходорковского и Минотепа была такая крупная финансовая, крупный финансовый инструмент. Достали, вот, почитайте, или там, вот, информация о вас лично. И заодно, вот, посмотрите. Или в этой информации про меня лично вплетено, значит, что-то ещё там. Они пропихивают эту информацию. Газетки издавались тогда. Они там размещали, деньги за это платили. Продвижение дезинформации или каких-то позиций, ну, это денег стоит. А уж теперь интернет, ну, всем журналистам суют там во все возможные места свою информацию. Я имею в виду ФСБ. И вы, по-моему, их имеете в виду. Вот. Понимаете, как? Ну, несколько раз в неделю мне приходят по почте, там, разными способами. Информация, ну, которую хотели бы, там, авторы или те, кто ссылается на неё, продвинуть. Я анализирую чаще всего, там, в 98% случаев. Это, в общем, дезинформация. Или компромат, направленный в содержательную информацию, но оформленный как компромат. Направленный на, там, дискредитацию кого-то, продвижение кого-то. Ну, это постоянно надо анализировать. Ну, вот этот вот Мальцев, куда он только не лез, чтобы, там, устроить дискуссию, там. Ну, вот, сливает информацию, продвигает её. Вот, многие честные журналисты Юлия Латынина пользуются информацией, которую ей дают ФСБшники. Но она её анализирует, понимаете? Она её использует в качестве, так сказать, анализа. Иногда получают противоположные выводы тем, которые им хотелось бы, чтобы она сделала. Ну, а иногда те, которые надо. Тут как повезёт, понимаете, как глубоко будет проведён анализ. Это же большие аналитические группы. То же самое здесь, за границей. Большие аналитические группы. Я работал вот с европейскими фондами. А эти think tanks с удовольствием, там, делятся информацией, продвигают её, какие-то свои результаты полученные. Им нужно, там, опубликовать в качестве доклада, ну, и продвинуть в качестве позиции. Здесь, там, в Соединённых Штатах, в Европе, это всё-таки реже дезинформация. Потому что фактор дискредитации имеет очень большое значение. А какой-то фонд один раз продвинул ложную информацию для своих целей, целей дискредитации. Ну, ему и не верят больше. И оценка эффективности, правдивости, она, там, обычно открыта. Это очень популярно оценивают те или иные аналитические группы с точки зрения достоверности их информации. Так что пользуются все, но по-разному. Знаете, это про Винни-Пуха. Значит, любят ли слонопотамы поросят? Это он сам себе задаёт вопрос. И если любят, то как? Вот. Так что, понимаете, эта информация, её можно использовать. Ну, вот, дискредитирующая информация против, там, Медведева, либералов. То, что, там, какой-то фонд создан, чтобы помочь Медведеву, значит, купить дом, виллу, организовать фонд какой-то. Ну, её же можно подать, эту информацию, как то, что он, ну, честный человек. Он не ворует, он не берёт взятки, чтобы ему, там, квартиру купить, фонд для нас создавать. И просить в этот фонд у олигархов деньги. А можно сделать материал, ну, вот этот вот. Он вам не Димон, он вор, вон он сколько наворовал, какие хоромы у него. Простые люди клюют на это, но это и делается для тех, кто не особенно анализирует. Аудитория Навального, основная аудитория, это люди, воспринимающие хорошо пропагандистскую информацию. Не аналитики, понимаете. Вор, вор, все воры. И на Западе воры, и в России воры, и то, что там Путин, там, что-то украл. Ну, так все же воруют. Какая разница. Значит, так надо, значит, так устроена власть. Ну, вот главная цель, так сказать, вот, продвижения такой информации. Есть информации на самом деле. Аудитория. Аудитория. Продолжение следует...